Добрый, безобидный и ласковый с точки зрения хозяев эти эпитеты как нельзя лучше характеризуют их любимца. Питон Питоша у Маши и Кирилла появился два года назад, как подарок Кириллу от Маши на день рождения. Что их домашний любимец несколько экзотичен, ребята вовсе не считают. Я ж не могу, я ж теряюсь сейчас спросить, он меня облизывает. Накормить раз в неделю, заставить купаться, чего питон категорически не любит, поддерживать в чистоте террариум. Все это, рассказывают хозяева Питоши, трудностей не представляет совсем. Они считают своего питомца на редкость неприхотливым. Единственная проблема, Питоша очень любопытный и любит сбегать из своего домика. И тогда приходится его искать по всей квартире. Вот труднодоступных мер для Питоши в доме нет. Нет. Ну, из батареи его очень тяжело потом доставать. Потому что он вокруг его обвивается, ну и отудрать, да, его тяжко. Что он еще любит? Он любит вообще людей. Ну, потому что они... Удивительно, да, змея, да? Потому что они очень теплые, он любит тепло. В большом почете у Питоши сенсорные экраны, смартфоны и планшеты. И он уже не раз позвонил друзьям собственных хозяев. Питон, что это? Что это такое? Ну, сенсор, вот, все. И вот он полез на сенсор, вызвал свеклану. Но вообще питон – зверь с характером. Если обидится, что случается справедливости ради, достаточно редко, подлизываться к змее, рассказывают хозяева, приходится подолгу. Ну, отрубилась у него дуйка, он замерз. Настало время кормежки, мы приходим, приносим домой мышку замороженную. Кормится, кстати, он только заморозкой, то есть живого ничего мы не даем. И начинаем давать эту мышку. Он ее отталкивает боком, отворачивается, сворачивается в клубок, говорит, не трогайте меня. И тогда Питошу надо всячески задабривать, общаться, гладить и согревать. Потому что от еды этот вид змей может отказаться надолго, в том числе, если испытал сильный стресс. И тогда стресс приходится испытывать хозяевам, ведь животное надо накормить искусственно. Нужно было вручную открыть его ротик, вставить мышку, прикусить, чтобы он почувствовал еду. И тогда он же сам ее дальше проглатывает. Ну, бывают случаи, что приходится и дальше пропихивать. Но это экстренные такие случаи, в основном он кушает хорошо. На момент покупки длина полугодовалого Питоши была всего 20 сантиметров. За два года змея вымахала до 70, и это, конечно, не предел. Периодически нужно растягивать его именно с усилием, показывать, кто хозяин, чтобы он чувствовал именно конкретно, что есть кто-то сильнее, чем он. Вожак Кирилл, а вот с Машей Питоша очень любит поцеловаться. Королевские питоны безобидный вид считают сами хозяева. Только что любимец подрастет и может ненароком придушить, они не боятся. Максимальная длина, которая достигнет Питоша, не более метра. А вот прожить в неволе животное может до 20, а то и 30 лет. Но и это не пугает молодых экстремалов. Он свободно по шее ползает. Он чувствует тепло. Клапа обивается. Греется, ползает. Останавливаться на одном Питоше Мария и Кирилл не собираются. В мечтах у ребят завести хамелеона. Останавливает только то, что он более прихотлив в быту и требует каждодневной кормежки. Но совсем недавно у Маши был день рождения. И какой подарок девушка хочет получить от Кирилла, она пока раздумывает. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Новости на восьмом.